На кадрах предприятия «Ледник». Его работники живут прямо на территории. Душные маленькие комнаты с двухъярусными кроватями. В таких вагончиках ведут быт до десяти человек. Это выходцы Узбекистана и Китая. В октябре этого года полицейские задержали здесь двух мигрантов-нелегалов. Руководство понесло наказание. Здесь вставайте все. Сейчас с разрешением на работу все в порядке. У всех 30 мигрантов есть патенты. А вот нарушения пожарной безопасности и экологического законодательства имеют место быть. Переработчики продолжают сваливать отходы прямо на территории предприятий. Инициатором создания межведомственной комиссии выступил депутат городского совета Андрей Спиридонов. Он считает, что в борьбе с горбылем перерывов делать нельзя. Это только начало. На следующей неделе мы еще проверим ряд предприятий. Если не хотят работать по закону, не будут работать вообще. И, скажем так, проблема отходов, это проблема очень большая. И надо ее решать на законодательном уровне. С моей стороны выдвинут, скажем так, законопроект, который сейчас, именно по этому моменту, проходит оценку правовой деятельности юристы. С этим я буду выходить на депутата государственного законодательного собрания. Макартычана Артура Алваровича. И вместе мы будем, ну, действительно, как-то с этим бороться. А за этим забором находится предприятие «Ангара». В его работе также были выявлены аналогичные нарушения. Однако мы слышим, что деятельность не приостановлена. Известно, что в настоящее время дело находится в суде. По всей видимости, горький опыт прошлого года руководство лесопилки ничему не научил. В прошлом году, напомню, здесь произошло крупное возгорание. Огонь перекинулся на соседнее коммерческое предприятие «Комета». Уничтожил сырье и оборудование. После пожара на «Комете» установили все необходимое оборудование, чтобы избежать повтора трагедии. В прошлом году загорелись соседи. Пожар переметнулся к нам на штабеля. Когда начали спасать наш лес и круглый лес, и пиломатериалы, то есть оказалось, что спасать нам, в принципе, нечем. Пожарники к нам не приезжали. Ну, или приехали, но только очень поздно. Нашей воды, так сказать, не хватило вообще ни на что. И вот после этого решили установить три гидранта на территории кометы. И сейчас, в принципе, все нормально. «Комета» в прошлом пережила трехмесячную приостановку деятельности по решению суда. Чтобы устранить выявленные нарушения, потратили миллионы. Только на асфальтирование территории ушло порядка четырех. На укладку бетонных плит под сырье еще три. А за месяцы простое. Предприятие потеряло около 10 миллионов рублей. Кроме того, береза, которая пролежала все это время без дела, потеряла товарный вид и свои качества. Теперь ее продают по бросовой цене. Зато теперь предприятие называют образцовым. По предприятию у нас было, что не было площадок для утилизации. И по пожарной не было проездных дорог. Ну и в общем пожарка вся. А по остальному все было нормально. Данные устранились. На данный момент у нас самый образцовый тупик получается в городе. То есть устранение все мы исполнили, все сделали. Думаем, будем работать. По результатам рейда и совместной работы всех членов межведомственной комиссии, прокуратура соберет материалы дела. В ходе проверки выявлено нарушения, связанные с осуществлением деятельности при отсутствии выданного разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, выявлено многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В связи с этим в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статьям Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях. Если деятельность предприятий приостановят, то, возможно, это поможет не только научить их работать по закону, но и сократит количество несанкционированных свалок, земли под которыми хватило бы, чтобы построить еще один Канск.